МЫШЬ Взрослые люди зовут Мышь, и это нормально, потому что перед тем, как показать спектакль самым главным критикам, детям, постановку здесь тестируют на больших зрителях. Эскиз «Репка» – эксперимент, в котором актер театра пробует себя в качестве режиссера. Таких работ здесь шесть. Актеры театра «Кукол» сами подбирали произведения, свет, звук. Позади несколько месяцев работы. Одно дело, когда артист работает с режиссером, да, и знаете, есть определенное мнение, режиссер правильно поступает, а я бы здесь сделал вот так. И в какой-то определенный момент думаю, а давайте-ка попробуем, почувствуйте себя в руле режиссера. Мария Неврединова поставила спектакль «Зайка идет в садик». Как говорится, проверена на себе. Когда-то актриса читала эту книгу своей дочке. Теперь Мария хочет поговорить с другими детьми и их родителями. Я как мама в первую очередь считаю, что это ценно. Говорить о эмоциях с детьми, говорить о том, что да, сынок, я или там дочь, да, я понимаю, что ты сейчас переживаешь, я понимаю твои эмоции, но с тобой все ок, с тобой все хорошо, так переживают все. Интересный формат спектакля – это так называемый театр на подушках. В любой момент ребенок может подняться и даже подойти к актерам. Все-таки в зрительном зале, сидя ребенок на кресле, у него возникают какие-то обязательства, может быть, какое-то переживание. А вот приходя на подушки, все-таки эта история более близка к домашней какой-то истории. Кстати, это последний масштабный проект, который увидят эти стены, бывшее здание кинотеатра «Родина». Уже этой весной сказка может переехать в свою новую обитель. Точную дату переезда здесь называть не спешат, слишком много сроков уже было сдвинуто. Но ясно одно – лучшие спектакли, которые поставили актеры, войдут в репертуар нового театрального сезона. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. 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 Продолжение следует...